Всем привет! Я Ирина Муромцева. Стильно, модно, современно. Как это? Вот таким вопросом сегодня я задалась и вышла на улицы Москвы, для того, чтобы выяснить у людей, у простого народа, как это, как одеться вообще этим летом, что достать из гардероба, что достать и выкинуть, для того, чтобы выглядеть красиво. А? Вам интересно? Мне тоже интересно. Пошли со мной узнаем. Чтобы выглядеть красиво, стильно и модно, что нужно делать современному человеку? Знаете, я хочу сказать, что здесь еще очень много значит свой собственный вкус, потому что я всегда говорю, что не вещь красит человека, а человек красит вещь. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина? Слушайте, хороший вопрос. Это, наверное, нужно обратиться к стилисту. Яночка, привет! Яна Гузей, стилист, которая вызвалась спасти меня и показать, как же выглядеть модными, красивыми, стильными и при этом не потратить огромную площадь. В общем, мы сейчас с Яной, Яна, пойдем по тренде. Итак, нам нужны три универсальных образа, которые можно между собой существовать. Ну или нельзя, неважно, главное, хотелось бы их ввести в свой летний гардероб и выглядеть красиво и стильно. Ну, это вообще было бы супер. Ну, пойдем смотреть. Пойдем. Мы берем джинсовку. Она чуть-чуть удлиненная, у нее плечо не сдавливает, да, чуть-чуть с бойфренда, но тут добавление женственности, это очень хорошо. Берем, значит, эти казаки. Казаки. Вставляем в них прокладки, потому что мы знаем, они хорошо впитывают влагу. Подложила мяшко. Сейчас нам нужно поискать какое-то летящее воздушное летнее платье, которое, в принципе, потом можно носить и с тренчем. Нравится, по идее, вот это. Вот, мы миксуем, либо подставляем вот эту джинсовку и казаки, и вот эту сумочку небольшую. Девушка так может пойти с друзьями, с мужем на свидание, если муж так достаточно. Если муж на свидание зовет. Да, или с друзьями. Будет стильно, можно ее будет скинуть, накинуть на плечи, как модно из треста. Потом, для более смелых, если усложняем образ, то можно шляпу. Сейчас шляпа канатье с большими полями. Это тоже очень хорошая история. В троллейбусе неудобно. Да. Так, я пойду повешу куртку, пойдем для следующего образа составлять. Пойдем, пойдем. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы выглядеть красивым, что нужно сегодня в современном мире? Такое заблуждение у, скорее всего, молодых людей, что нужны большие деньги. Это не так. Можно одеваться очень красиво и стильно, и модно, не имея такой толстый пресс. Посмотрите на человека. Ну, а, кроссовочки. Молодец. Дай пять. Опа. Костюм мужского типа. Кроя, да. Ну, не вот эти жакетики, знаешь, которые укороченные. Понятно, не приталенные. Да, вот такой костюм, он будет вам хорошо. И что с ним делать с этим костюмом? Ну, смотри, во-первых, твоим кедом, который ты и с майкой, смотри, идеально подходит. Или еще можем добавить белую рубашку на выпуск. Ну, это модно? Да. А белая рубашка – это вообще база. Модно будет и вчера, и завтра. Не хватает чего-то белого. Не хватает, да. То есть, на самом деле, я сейчас скажу не потому, что я в них стою. В целом, сейчас тренд белые джинсы. Белые джинсы как с какой-то акцентной обувью, там, яркой, да, с мюлями, с кедами, с кроссовками, с ужасными этими кроссовками огромными. А ты тоже возьмешь обычную майку и джинсовку. Батники, блайзер сверху. В общем, total white. Где оно? Давай собирать. Total white. Давай собирать. Я думаю, что мода – это как бы несколько такое субъективное, то есть, от себя идет. Я думаю, нужно проявлять именно свое. То есть… Я в себя, если что-то, я все равно думаю, что какие-то может быть что-то. Весь свой внутренний мир отражать надежды. Хорошо, но а если вам вот, например, говорят, Ольга, выглядишь немодно сегодня, что вы ответите этому человеку? Она чуть-чуть как-то не говорит мне так. Да? Да. Побаиваются от Ольги в глаз получить. Спасибо большое. Спасибо. Мне джинсы не хватает. Джинсов не хватает? Там есть белые джинсы. Белые джинсы? Да, прошло. Девочки, за белыми джинсами. Как за тазами эмалированными 30 лет назад охотимся. Где они? Нет, а что? Вот объясни мне. Ну, женщины там 40 плюс, что тоже должны натягивать на себя белые джинсы? Они не должны облегать. Это просто неудачный размер. Они наоборот должны быть прямые. Кстати, у тебя… Ты носишь мамсы или бойфренды? Бойфренды. Гринормально. По-русски. Ир, смотри. Единственное, мне кажется, это не совсем твоя тема, но сейчас тоже очень актуально, когда вещь не совсем стандартной формы и еще плюс скомпонована несколько мпритов. Прошу тебя. Клевая, да. Клевая, да. Да, ее? Он такой простой получается. Тут обувь. Не красивый? Нет, почему? Он очень стильный. Единственное, надо нам искать обувь придется. Какую-нибудь ярко-желтую, да? Да, да, да. Что такое? Яркий акцент. Я хочу почему-то тебе какие-нибудь грубые. Грубые? Да. Они всегда будут актуальны. Они не в твоем стиле? Ну, актуальны у кого? Тех, кто ходит по Луне, тех, кого отправляют на Марс? Нет, я же хочу, мы все-таки женская как-то… Подожди, но ты все-таки за тренды или за стиль? Я за тренды и за стиль, и за удобство, и за красоту, и за изящество. И чтобы это выглядело все-таки, ну, хоть как-то привлекательно. А так я буду как Юра Гагарин. Или розовый. А что ты против розового-то? Сейчас очень круто смиксовать розовый с голубым. Да? Да. Слава богу, наконец-то можно розовый смиксовать с голубым. Да, да. И можно своему мальчику новорожденному смело купить в голубой рубашке розовые пинетки. Мне мои подписчики вынесли мозг, когда мы в Майами рожали, что у него розовая футболочка, у него еще волосы длинные. Ах, приучающего к чему попало. А шлепки вот такие немодные? В шлепанках нет? Ну, слушай, 21, они были очень-очень сильно в тренде. И я практически у каждой клиентки находила такую обувь с бантиком. Но мы как бы сейчас забываем, они, если у вас есть, обыгрываем, если у вас нету, и не надо. Во-первых, я хочу сказать Яне спасибо за вот этот вот очень быстрый, но правильный марш-бросок по модному магазину. Главное, что я для себя поняла, это нужно выбирать не то, что ультрамодно, а то, что в первую очередь идет конкретно вам. Да, тогда вы остаетесь всегда в тренде и стильном. Вот, ну, все же просто. Все гениальное просто. Ну что, с вами была Ирина Муромцева и суперстилист Яна Гудзей. Мы пошли, вы теперь все про тренды знаете. Пока-пока, оставляйте свои лайки, комментарии, в общем, все, что хоть деньги оставляйте. Подписывайтесь. Вот, да, подписывайтесь. Спасибо.